Вы слушаете канал jah.club «Умные птицы». Вороны – крайне умные птицы. Орнитологи – специалисты по пернатым, считают, что уровень интеллекта вороны примерно равен уму 7-летнего ребенка. Биологи решили проверить, насколько вороны способны к обучению. Для эксперимента ученые использовали аппарат, который выдает за монетки арахис. На первом этапе опытов орнитологи разложили арахис поверх автомата. Умные птицы буквально за день поняли, что здесь много вкусной еды, и стали прилетать сюда постоянно. На втором этапе эксперимента к орешкам добавили мелочь. Птицы «пожали плечами» и сделали вывод, что арахис и монетки как-то связаны друг с другом. На третьем этапе арахис уже засыпали в аппарат, но оставили монетки на прежнем месте. Птицам несколько раз показали, что надо кидать монеты в специальное отверстие, и тогда выпадет орешек. Вороны и этому быстро научились. Спустя некоторое время исследователи убрали и деньги, раскидали вокруг. И тогда воронам приходилось немного потрудиться, чтобы найти мелочи и получить желанный арахис, с чем они, к удивлению биологов, справились на отлично. Этот эксперимент в очередной раз доказал, что вороны способны к разумным действиям. Они могут проводить причинно-следственные связи, делать логические выводы и даже пользуются инструментами. Однако «покупка» арахиса за монетки – это далеко не самое сложное, на что способны вороны. Замечено, что они дразнят собак и кошек, выманивая их на дороги с оживленным движением. Машины сбивают неосторожных животных, а у ворон появляется свежее мясо, которое они любят. Вороны обладают великолепной памятью, в которой годами способны держать образы врагов. В одной индийской деревне вороны вот уже шестой год атакуют мужчину, который сделал глупость, из любопытства подобрав выпавшего из гнезда вороненка. Мать, увидев своего птенца в руках человека, подняла страшный крик, на который моментально слетелись все вороны с округи. Они принялись пикировать на мужчину. В итоге тот положил вороненка на землю и бросился бежать. Вороны преследовали его до самого дома. Причем нападали они очень хитро, или сзади, или целили выклевать глаза. С тех пор жизнь индийца превратилась в один сплошной кошмар. Теперь перед его домом постоянно дежурит вороний, патруль. Едва мужчина выходит из дома, патрульные моментально вызывают подкрепление. Поэтому мужчина сейчас появляется на улице только в темное время суток или надевает шляпу и темные очки, в которых его вороны пока узнавать не научились. Но, судя по уму этих птиц, это вопрос времени. Так что помочь мужчине может только переезд. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.